Всем привет! Мы, кстати, сейчас в Французску. Сегодня мы нашли, кстати, под диваном тут какие-то настольные игры у французов какие-то интересненькие. Сейчас нам было бы интересно посмотреть на игры французов. Смотрите! Эта игра называется 20. Смотрите, смотрите. Тут какое-то поле. Да, очень интересное поле. Ну, по крайней мере, очень необычное. Игра называется Trivial Pursuit 20. А тут есть еще игра для вампиров. Сейчас, давай же еще эту игру. Это что же с этой игрой? Тут какая-то... Тут вот такие непонятные какие-то стрелочки, кубики и куча карт. Тут опять какие-то карты, но не запоконные. То есть это новые карты. Да. Мы это трогать не будем. Типа тут можно вот так ставить и вот так вытягивать. И такой... Ага, мне нужно сделать вот это задание. Ну да. Нам просто интересно... Ну что ж, ребята, если вы французы, то вы можете прочитать. Ну, блин, тут качество не позволит это прочитать. Ладно. Кстати, там на разных языках. А, не, нет. Все на французском. Все, давайте. Так, эту игру мы откладываем. Ну, дальше идет самые обычные шахматы. Мы, в принципе, на них не будем останавливаться, потому что они... Ну, они самые обычные, разве что тут замочки. И они просто сделаны из дерева. Ну да, деревянные шахматы, красивые. Это тут правило про шахматы. Но, ребята, нам они не нужны, потому что все знают, как играть в шахматы. Даже как их раскладывать. Ну да. Какие-то там еще были карандаши. Ну, не все умеют играть, но мы умеем. Теперь вот, что вот это у нас. Это от вот этой. А, да, это игры 20. А ты пока смотри вот игру про вампиров. Смотрите, ребята, это игра для вампиров. Ну, и... И если вы вампир, то мы рекомендуем вам. Сыграйте в эту игру. Так, ну давай посмотрим. Ну, короче, это игра вампиров. Смотрите. Да, вампиров. Да. Ну, не-не-не, вот так, вот так, вот так вот. Достаем. Да вылетает. Лучше так не делать, но потом не заберем, как оно было. Блин, ребята. В общем, очень-очень много карт. Все какого-то... Ух ты. Посмотрите. Назначения. Ребята, тут мы нашли еще какую-то карту. 12. Дифицле. Ну, это по-словацки написано. Ну, не написано. Рисвьюкс. Да, по-словацки. Смотрите, тут опять что-то написано по-французски. И тут какое-то задание. Задание насчет этого. Интересно, какое. Что-то мы уже не умеем, что-то по-французски. Ну, да, тут на каждой карте что-то вообще необычное. А мы уже, кстати, знаем, как будет это до свидания. Merci. Au revoir. Merci это спасибо. А Merci Bacus спасибо большое. Merci. Bonjour. Bonjour. Ну, «R» они не произносятся, они так как-то bonjour. 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 Это не итальянцы, которые говорят bonjour. Bonjour. Так, подождите, тут еще что-то. А, теперь вообще очень необычная игра. Очень интересная. Вот так вот мы открыли эту игру. Да, мы вот открыли, тут какие-то правила. Партинни. Партинни какие-то. Партинни и здесь. А тут какая-то тетя и дядя. Ух ты, а тут самое интересное. Алла. Мне кажется, что карандаш играет. Да, Алла-бамы. Да. Нет, это не было не Алла-бамы. Смотрите, это какие-то... Тут даже есть какие-то синие что-то. Не знаю, короче, интересное все. Напишите в комментариях, если вы имеете представление, что это за игра. Да, если вы, конечно, знаете, и были... Они разного цвета. И были во Франции, но вот именно в Ницце. В городе Ницце. Есть синие, бирюзовые, фиолетовые, розовые и зеленые. Напишите в комментариях, если вы уже играли в эту игру когда-нибудь. Песочные часы. Вы знаете, потому что правила были по-русски. Посмотрите, какие-то карандаши. Ну, в принципе, кубик с цветами, Лена. А зачем карандаши вообще? Писать счет. А посмотрите. Да. Я так понимаю, что кубик с цветами. Это цвета имеют отношение к карточке. Турум-турум. Ребят, смотрите. Ну ладно. Это была игра Партини. Да, это была игра Партини. Не Мартини, а Партини. Ну да. Ну, кстати, посмотрите. Ну, мы уже посмотрели. Да, очень много. Тут какие-то руки. Вообще нет. Кстати, самые интересные карточки такие же самые, а вот тут какие-то задания интересные. Да. Так. И идем дальше. Ребята, посмотрите. И самое главное, панополия. Монополия, а не панополия. Да. Смотрите, вот так она выглядит. Она такая шикарная. Кстати, она довольно старая. Потому что здесь, видишь, все цены указаны в франках. Это франки. Это было до евро. Во Франции была такая валюта франки. А тут... Это монополы. Ну, если подсчитать, то есть это шалатский. Здесь мы видим франки. 50 рублей. Это не рубли, Лена. Это франки. Это гривны. И не гривны, и не евро. 50 евро только. Ну, не важно, короче. Кстати, есть вообще еще не распечатанные деньги. 50 денег. Есть карточки. Да. Ребята, кстати, тут можно напечатать деньги. Ну, что вам хочу сказать. Сделано очень качественно. Очень, очень качественно. То есть, игра старая, но эти карточки не просто бумажные, как у нас. Да, а то бывают иногда... Знаете, какие игры? Иногда бывают такие игры, что тут, к примеру, единица вот тут, нолики тут, а вот это вот тут. Или просто не... Ну, просто сделано не в виде бумажных денег, а в виде непонятно чего. Каких-то чеков. Да, а здесь похоже на деньги. Ух ты, а посмотрите все. Потом большой запас денег. Ребят, я в домике. Потом вот очень качество вот это, карточки такие, они, я не знаю, насколько видно на видео, но они очень качественные. Сейчас сейчас устанут кишечки. Такие тут могут быть. Ух ты, Сев, посмотри, какие здесь эти. Смотри, ты можешь быть лошадкой. Сев, так очень прикольно, паровозит. Ребята! Наперсток. Ребята, сырте, я нашла! И тут настоящая монетка, один франк. Да, мы нашли. Сев, смотри. Хорошо. Это очень интересно. Ребята, знаете, что я думала? Что это настоящая монета, и я могу пойти в магазин и что-нибудь себе купить. Лена, она дороже настоящей, потому что уже франков нет, поэтому сейчас это уже раритет, это редкость. Сева, смотри, здесь домики, это не просто, вот как у нас, фишки, а это настоящие домики. Посмотрите, толчок нормальный вообще. Маленькие домики деревянные и большие. Такие кубики с золотыми этими. Ну, короче, а вот, смотри, Лен, сделана реально очень шляпа. Сев, ну иди посмотришь на эти. Позырь в шляпу. Тачка. Да. Вау, мне нравится такой шикарный автомобиль. Здравствуйте. А утюг кому-то? Утюг напёрст. А башмак, старый башмак. Оно сделано из такого металла, оно довольно такое тяжёленькое на вес. Да, оно тяжёленькое, но, говорю, это... То есть это не алюминий какой-то, это... А, кстати, ребята, оно сделано из золота, но самое интересное, это настоящее золото или это фальшивка? Ну, не думаешь, что это не золото? Ребята, мы ещё, кстати, ещё что-нибудь нашли, смотри. Мы нашли, что-то игра 93-го года. Да, вот мы ещё кое-что отрыли. Сделано это было в Ирландии. Вот 93-го года игра. И по Наполею я готова дать чешные деньги. Даже Марьянку. Не Марьянку всё-таки ни за что. Ну, довольно-таки раритетная игра. Видишь, умели делать качественно. А монетка... Лена, она 76-го года. Это она на год старше папы. Боже мой. Вот это монетка. Боже мой, Господи мой. Да, очень красиво. Ну, а теперь подходим к королю... Светлые кексы. Лена. Седьмого года. Да, теперь подходим к самому интересному. Ладно, Лен, давай открывай вот это вот. Самое интересное это... Та-дам! Казино. Да, казино. Фишка дилера. Смотрите, тут есть ещё карты. Да, разные виды карт. Да, вот тут есть. Ещё самое интересное... Такие запакованные, а есть уже... Да, смотрите, тут, кстати, фишки. Фишки тяжёленькие такие, вот они настоящие. А, тут есть и зелёные, да, такие настоящие. То есть там внутри, я не знаю, или просто какой-то очень тяжёлый пластик. Я вам покажу, но по-быстрому. Ну, вот такие они уверенные. Есть новые, ещё даже запакованные. Мы их не будем открывать. Не-не-не, не будем, конечно. Потому что тут и так их довольно много. Так что вот это будет ещё больше. Ну, давай посмотрим. Ну, карты как карты. Ну, карты, посмотрите, это тоже... И фишка дилера. Ну, да. Да, вот такой обзор мы нашли. Такие французские игры. Ребята, если вы приедете в Францию, в Ниццу и заселитесь в этот же отель, то обязательно бегите снимать это же видео, чтобы набрало 360 миллионов лайков у вас.